Дам, мы видос у Рындыча будем смотреть. А там про кого? Оооо, ехать, тут вообще хорошо. На 25 минуточек, сейчас растянем на часик. Ух, балдеж, там жижа полная. Да ху** положите. Андрей Бурим, более известный как человек, который за донат обосыт друга, девушку друга и, если надо, щиток для электричества. Да я животное. Да я животное. Если вы когда-нибудь задумывались, за что конкретно Господь уничтожил Содом и Гамору, то стримы Мелстроя буквально реконструкция тех событий. Там и обливание мочой, повсюду летают деньги, драки каких-то фриков и сотни девушек, готовых за... Шо каких фриков, блядь? Это ВИДЖИ ЛИНК. Это легенда, блядь. Какой фрик? Мочой, повсюду летают деньги, драки каких-то фрик. Ну какой фрик? Смотрите, это... Это ВИДЖИ ЛИНК, это Мелстрой, это Даша Корейка, это Руки Базуки, а это Эдвард Билл. И где фрики? Пиздец. Тут Хесус был, вот если бы Хесус в кадре был, тогда-да, тогда фрик реально. А тут так-то фриков нет. И сотни девушек. И вот, ну... Вот, помогите избавиться от ассоциации, я молю, нахуй. Я вот, вот, вот я ВИЖУ кадр, блядь. У меня сразу бум, флэшбэк. Готовых за 5к прям... О, это что? Прикольный язык такой. ...прямо на месте отдаться рука... Ебать, нахуй, трёх метров. ...базуком. Ну и как вы понимаете, вряд ли он просто человек хороший, и поэтому к нему так тянутся. Мелстрой, это ходячая реклама онлайн-казино. Ещё ни один эфир не обходился без каточки в Колесо Фортуны. А сколько ему за просмотры дадут? Типа, вот он 206 тысяч набрал, это сколько ему дадут денег? ...стуны. За что, естественно, ему платят просто огромные деньги. И вот уже на них, как мухи, слетаются все остальные. Это всего лишь 100 тысяч евро. Чтобы вы понимали, о каких цифрах идёт речь, одни только часы, в дизайне съедобные, стоят 571 тысячу долларов. Вы привыкли в своем детском мире, что деньги нехуй не решают? Ну, блядь! Да это моя мать! Это ссать у меня будет, да блядь! Это что, нужно... Не, не будет! Это не... Моя нет, моя не будет. Ну, чья-то, может, пососёт, а моя нет. ...на такого сделать, чтобы так орать на брата. У Андрея там целая экосистема, и пи*** происходит не только на стримах. Сейчас он живёт в огромном доме, где постоянно стравливает своих... Ну, кстати, я не знаю, он остепенился как-то, он поспокойнейше стал. ...мечков на камеру. Они дерутся, опять обливаются мочвой, лижут ноги, стоят на коленях. Короче, такая ламповая атмосферка. Ну, если серьёзно, представьте, какой пи***ц. А страшный сон. Или нет, блядь? Летел на денёк, поугарал и поехал домой. Хотя тоже. Но он же ведь, блядь, живёт с ними. То есть, это как бы его семья. На самом деле, ну, на самом деле, монстрой гений. Просто, ну, никто не признаёт. Вы понимаете, сколько умов молодых? Чел форсит себя всеми возможными путями, руками других людей. Блядь, это просто гениально. Ну, то есть, аудитория, блядь, идёт нахуй постить. Реально, тиктоки форсит его везде. Он с ними трезвый. Вселенная Иришки Чики-Пики и Олега Монгола, у которых появились деньги. Блядь, ой, блядь, я так ору с этого типа, это пи***ц. Просто замутить с девушкой друга. Та изи. Не смотри на них. И у неё между ножей такое. Ты ревнуешь, что? Стал бы ревнуть. А в общем... Блядь, что? А ну-ка, я даже не понял ни хуйки. С девушкой друга. Та изи. Не смотри. Блядь. Чё за хуйня, блядь? Да при чём здесь это типа? А девчонки чё, норм? И у неё между ножей такое. Ну и что? Стал бы ревнуть. А в общем, сегодня разберём карьерный путь Андрея. У него девушка. Да по***ю, блядь, какая нахуй разница. Простой гомельский парень стал олицетворением человеческого падения на дно. Проблемы с законом и к чему приводит лудомания. Я реально болен. И вооруженным глазом я болен. Ну и конечно стримы посмотрим. Это то ещё зрелище. Ну конечно, я же не говорю, типа, очевидно, есть много меркантильных людей. Которым вообще похуй. Абсолютно похуй. Есть бабло, ебать, только в кайф нахуй. Вы поняли, в чём прикол? Поэтому, ну, как бы, это отличает нас, блядь, от, в принципе, тех людей, которые вот там. Трог-жимают, трогают, всё такое. То есть, ну, блядь, я, конечно... Я помню историю, где приложили об столик. Но я думаю, блядь, ну, типа, знаете, в чём прикол? Я там не выступаю, что надо женщин лупить. Конечно, нет. Но, блядь, почему-то я подумал, что будь я женщина, со мной такого не произошло. Потому что я бы там... Нет, там не было. Поняли, в чём прикол? Как будто бы, блядь, вот все персонажи, как будто друг друга находят, знаете? Ну, нету такого у вас. А потом, чё она, короче, высрала? Типа, 10 миллионов моральной компенсации. Я такой... Я подумал, блядь, может, тебя второй раз... Ну, типа, это пи***ц. Вот, ну, вот как друг друга находить можно? Среди сотен людей 10 миллионов мощи, реально. Типа, я осуждаю насилие, как бы. Ну, блядь, чуваки. Ну, это... Ну, приходило второй раз. Блядь, да она и третий придёт, ёбаный сыр. Понимаете? Типа, вот я бы туда не пришёл. Что ж, мне это не интересно. Мне абсолютно по***ть, сколько у тебя денег. Хоть ты немного зарабатываешь, хоть ты много. Мне абсолютно по***ть. Вот веришь? Нет? Потому что я знаю, что такое, типа, без денег сидеть. Очевидно, я. Я знаю, что сегодня у тебя есть деньги, завтра ты никому на***ю не нужен. И денег у тебя нет. И если ты будешь сидеть и выёбываться вот так вот, на всех вот так смотреть... Я сейчас вообще, в принципе, говорю про это. Чел, когда ты... Когда-нибудь и с тобой так обратятся тогда. У меня нету деления на статус. Это полная хуйня. Не, ну бомжа-то, блядь, если бомж как-то доебётся, я скажу, иди на***ю, блядь. Ну это не настолько, конечно, крайности мои работают, я честно скажу. Эээ, хе-хе-хе-хе. Вот такой, ааа, зимон, блядь. Не, ну это на***ю пошёл. Такое у меня деление есть, конечно же. А вот в остальном нет. Как шоу в Колизее? Если бы все римляне были готовы отсосать за 5к. Эээ. То я бы был им. Но перед тем... Сука, блядь. Это на***ть-ка. Умом. Но перед тем, как продолжить... Бля, вот... Мне кажется, вот... Ну, в принципе... Вот... С Мелом-то всё понятно. Вот такие дамы, которые туда приходят, я думаю, у них всё на понятном. Да, конечно. Типа... Ну, любой вопрос, да, наверное. Скипаем. Это реклама. Реклама Тинков. Ух ты, блядь. Теперь кэшбэк по кредит. Ух, не, не, кредитки, не. Хотя я рекламил. Та-да-да, да-да-да. Да-да-да. Андрей Бурим. 25 лет. Родился в белорусском городе Гомель. С детства не отличался интеллектом. И доучившись до 9 класса, ушёл в ПТУ. Он даже не изменился вообще. На электромонтёра. Однако там оказалось настолько сложно, что уже через год пришлось вернуться обратно в школу. Не получилось, не фартануло. Боусош стала для него буквально тюрьмой. Его там напрягали, забирали обеды. Даже было... Хотели опустить. Но завуч вовремя остановился. В школе, как бы, ну, это очевидно. Меня не уважали. Сейчас-то, конечно, сплошной респект. Особенно, когда ты заставляешь своего друга лизать тебе ноги на стриме. Вань, за сколько полежишь пяточки? За 2 секунды! Если Мурфи. А так, не, я не такой, блядь. Больше уважения только к Панину. Но, к сожалению, он на твой стрим не ногой. Короче, пень пнём. Не понимаю, как он вообще закончил школу. Там, когда пословицы проходили, нужно было в райно писать. Первый случай минусового IQ. Как говорится, куй железа пока горячо. Это вообще полный пи***ц. То есть, если вы реально понимаете... Благодарок. Но это факт. Что вообще, значит, это фраза, это же... Кое-какие люди здоровы. Полный вообще трэш, который вообще... Вот кто такой куй и почему пока... А, не привет. Согласна. Если бы... Хух, железо пока горячо. Это да. Ты такой умный. Потракнся. Мне надо подумать. Давай. Усвоив урок, что образование не его, Мелстрой начинает карьеру стримера. Сначала начал записывать Майнкрафт на Ютуб. И даже создал собственный сервер. Правда, глядя на него сегодня и уровень всего трэша, ему скорее бы подошел не Майнкрафт, а Майнкамп. Ой! Ты чё говоришь-то, блядь? Ты чё говоришь-то вообще? Осуждаю, блядь. Кстати, деньги уже тогда были важной частью контента. С их помощью он покупал просмотры и любовь аудитории. И в этом видео я как бы разыгрываю... А, 100 рублей. Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? И лучше бы он так и оставался в этом контенте. Потому что то, что началось далее, ничего кроме отвращения не вызывает. Вы смеялись, суки. Вы смеялись, нахуй. Вы смеялись. А теперь делаете для него тиктоки. Чё, смешно, нахуй? Я уверен, блядь. Ну, наверное, может быть, какой-нибудь десятый из чата у меня делал 100%. Он приглашал на стрим несовершеннолетних девочек и за донаты заставлял их раздеваться в прямом эфире. Вот это пиздец. Боже, ей лет 8. Он приписал сверху. Пи***ка. Ребят, слушайте. Короче, Сри, Влада, ты сейчас берёшь пальчиком, аккуратненько к животику спускаешься. Вы, блядь, это вообще не видели, да? 45 тысяч человек наблюдали за этим в прямом эфире. И как минимум 32-м это понравилось. Удивительно, как много на ютубе людей, которые носят усы вместе с очками. Естественно, инцидент не мог пройти мимо правоохранительных органов Белоруссии. И новоиспечённого педобира объявили в розыск. Ему грозило 4 года лишения свободы. 18-летний молодой человек, который транслировал живые эфиры с раздеванием 15-летних девочек, исчез. Он в розыске. На него завели уголовное дело по статье 343.1 УК РБ, где чёрным по белому трансляция или публичная демонстрация порнографических материалов с изображением заведомо несовершеннолетнего... Сколько тебе Роккев? Мне 14. Наказываю... Блядь! Чё за пи***ц? Вот я чё-то... Ну вот, ну тоже какие-то ебанутые, да, типа... Понятно, что там чел вообще хуйню делал какие-то, блядь. Чтобы я не помню что-то, чтобы мне дядя такой говорит, сними трусики. И я такой, да, да, конечно. Потрогаю тут. Чё за пи***ц, блядь? А где нахуй воспитание вообще какое-то? Ты не помнишь просто. Там за деньги было. Блядь, ну хотя хуйня знает, чё бы я в таком возрасте делал, кстати. Тогда же, наверное, кажется, что и тысяча это доху**или. 500 рублей это пи***ц, какие деньги. Да понятно, что это дети, чуваки. ...исправительными работами, арестом... Блядь, я бы если бы зашёл нахуй в комнату, увидел бы, что там моя дочь или сын сидит в чат рулетки, блядь, я бы ебану снес. Отвечаю нахуй просто. ...ограничением или лишением свободы на срок до 4 лет. Каким образом удалось избежать наказания, неясно по сей день. Наверное, появился влиятельный подписчик с Майнкрафта и внёс залог 400 синих алмазов. Жопа точно красная была бы. Ну, в этой ситуации мы просто наша... Здесь наши полномочия, всё, окончено. Хорошее начало карьеры не находите? И, естественно, дальше... Смотри, я вот в 2016-м он не знал, что девочки младше 18, когда им говорили, что они малые, он сразу же скипал. Ладно. Чё, тебе не кидали? Да мне много кто кидал. Мне малолетки часто очень кидали. Сейчас, благо, уже закончилась такая хуйня. Вот недавно был случай. Мне чувиха просто сиськи скинула. Я такой... Вы ебанутые. Я говорю, тебе сколько лет? 16. Я уже рассказывал эту историю. Я говорю, ты типа... Ну, у тебя всё тут вообще с головой нормально? Я говорю, удали, пожалуйста. Во-первых, нахуй ты меня подставляешь? Ты мне эту хуйню кидаешь? Типа, оно может попасть под хранение? Типа, ну, в директе будет у меня висеть эта хуйня. Это, во-первых. Во-вторых, какого хуйня? Я объяснил, что, ну, чувиха просто, ну, поехавшая. Я говорю, ты типа... Ты, бл***ь, какому-то незнакомому дяде, будучи малолеткой, типа, кидаешь нюц, и ты, типа, у тебя всё нормально. Не знаю, чё сейчас с ней. Сказ не пойдёт о том, как он всё осознал и начал помогать детским домам. Нет, я была. Хотя, ну его нахуй. В общем, дело закрыли, и МЛ-строй от греха подальше переезжает в Москву. Тут-то и раскрывается весь его потенциал. У него появляются деньги, тёлки, тачки, тусовки в Москва-Сити, и всё это охотно спонсируется организаторами нелегальных казино. Я начал зарабатывать! Ну вот да, народ пушит, короче, и тем самым казик ещё пушится. То есть, вот в чём прикол. Это буквально воплощение человеческой деградации. Они там бухают до состояния свиней, дуют шаг. Мол, Строй издевается над собственными друзьями, а сотни девушек соревнуются во владении языком. Би босс ам или не ам? Ну, лампово. Что там лампово? Вот так поняли. Блин, такой романтик. Чё тебе там не нравится? Постоян такой вид делают. Ах, как ты с... Мне больше убивает, типа Бл... Какой пи... И сидит дальше, типа вообще всё норм. киллитровая банка мирамистин ну вообще-то я так никогда не делаю ну ладно а закупоренный дайте кто-нибудь топор с таким вайбиком обычно и становится счастливой мамочкой трех ангелочков на этих вписках даже что-то вроде промоушена есть правда нормальный бойцы к нему не пришли блять а какой вайбик у нее чтобы она дала типа дырчатый вайбик чё за словом готов поспорить вот из-за того что харкнул не перепал она сто процентов поэтому пришлось довольствоваться обитателями нижнего интернета правила боя просты кто первый сильнее потерять достоинства тот и выиграл кстати у них ничья естественно его перебанили на всех популярных площадках однако это не проблема около неограниченный бюджет нелегальных казино позволяет вообще не париться за приток новой аудитории 150 миллионов он потратил на то чтобы побрить популярных твич стримеров и попасть во всевозможные сми даже знаменитая башня стримера из нью-йорка пола моя бесплатно лысей не смешно я башни это мое самое сокровенное с другой стороны американцам не впервые терять башню ну и конечно же рилсы и тик токи замечали что в последнее время в ленте их стало уж слишком много это тоже пиар ход но строй платит подписчикам по 30 тысяч рублей если видео с ним наберет от миллиона просмотров для еще и кому реально заплатили просто тик токов столько что мне кажется но мы устрой просто нищим бы стал мне кажется вчера была выплата типу а 7000 долларов это примерно 25 просмотров собрать это примерно потом полгода отходить я может быть там есть какой-то порог вхождения типа 7000 долларов на лечение шизофрении ребят вы можете ли тик токи со мной вам них я не заплатят во прикольное придумал я серьезно говорю мне кажется я заслужил вот шамвикс меня заливает смешно поверьте я знаю чем говорю девушки повезло что он кусать нечем реально только пригубить получилось да не не пел по мужа сделал зубы что это больше на ментальная травма ученые выяснили что все хорошо у тебя нет она большая в жизни девушки могут испытать в двух случаях когда ты случайно отправила нюцы отцу и на стриме мал строят либо запишите огня и пиздушу тебе хватит такой ладно я пошел ну типа бля любой другой чел который бы случай бля и не знаю каким остается он там оказался бы такой ладно я пошла не жалко кстати вообще не жалко не знаю кто там жалеет бы ну типа чеки у вас что-то не так по ходу вообще оху реально и не стыдно выгонять бедную невинную девушку которая плохо она какой бедную невинную по абсолютно ну ладно бы там что-то подмешали типа вот это вообще деться очень грустно это жалко или перепела просто а тут типа такие условия либо бухаешь либо идешь на и она такая она буха на ведь еще не допила как интересно они потом вспоминают эти воля нормально все или посидели получили поебать и по домам удивительно что они все равно приходят сотни девушек расталкивая друг друга рвутся попасть в кадр ведь если будешь куда проявлять позовут еще и возможно даже укажет инстаграм извините ну выгодно читай каждое унижение плюс 10 подписчиков бля ну ёбаный стыд не да ну типа окей чел там делает что-то стримит по вообще тип там козе купит его смотрят ну да тебя к себе уважение вообще есть что там делаешь еще я ребят мне очень плохо реально не могу такой смотреть нормально некоторые проявляют запредельную стойкость да никто не говорит что это типа шлюхи бля чел почему сразу шлюхи просто ну типа может быть это не шлюхи очевидно может быть но типа сам факт того что ты туда пришла ну это уже странно пач там есть типа эскорт хотя я не могу назвать эскорт в том каком сказать слове который он сейчас имеется эскорт раньше это просто сопровождение типа но ты спровождаешь типа просто как типа девушка симпатичная тип подчеркивая там статус например эскорт сегодня это бля потрахать в жопу 80 тысяч чё за хуйня вообще почему вот вы не понимаете но нас на самом деле все наёбывают от того чтобы не считалось что-то низкой социальной ответственностью почему вебкам хоры стали вебкам моделями по моему моделинг это немножко другое они когда ты себе резиновые хуй в жопу пихаешь ну то есть ну вы не согласны эскорт это ну типа ты сопровождаешь типа или чувиху какую-то то есть получаешь бабки грубо говоря затрату времени сейчас эскорт это трахать в жопу что происходит и не помню с этим миром почему типа бля не называется бля а подменяется вот то есть ты говоришь такой но это какая-то шлюха ты такой понятно но вебкам модель звучит уже не так да вебкам модель звучит как-то уже более красиво ну согласитесь то это придумал ты такой говоришь вебкам модель думаешь о чем вебкам модель делает дистанционно фоткается как-то хз но ты даже быть в эту фразу не подразумевая что там типа за донат и пизду показывают поняли чё я хочу сказать но тут важно понимать чел типа есть например фотки около эротического характера против них вообще ничего не имею типа эстетика тела там ну просто красиво без пошлости просто красиво но эстетично выглядит охуя фотки я знаю вы много знаете такое они типа около эротические там или и легкая эротика типа прикрыта где все но бля просто красивое тело например ты смотришь бля классная фотка а есть вот так на очко и там еще такая там банан внутри на ну так это не эротика чуваки ну вы чувствуете разницу бля и покажи не не буду пока короче я против того чтобы нам подменами понятие делали если вебкам то вебкам хор как это было изначально если давал какая-то дорогая веб-то это веб-проститутка очевидно все впервые по душе ты просто петушня просто за руку держит и ты меня за едино подобного оскорбления нас терпеть не могла ладно еще черт хоть куда не шло но петушня с тех пор она видела свет лишь из окна тренажерного зала а все ради одного дня 60 раз это говоришь чел я говорю это десятый раз у это нихуя не меняет а я хочу чтобы это меняло у меня недостаточно онлайна чтобы влиять на умы но я рад и горжусь что я вот высказываю и влияю на умы своих зрителей хотя бы понял это база никто в интернете вам не скажет таких банальных тупых вещей что норм а что не норм хотя это всем очевидно но при этом мы вот такое видим например я могу повлиять только в рамках своего канала своего комьюнити может быть кто-то там задумывался такой бля а что вот можно попку показать да это легкий способ базару 0 но мы не знаем что будет дальше я жду момента а я доживу до этого момента и вы доживете самое главное когда блять у всех порнушниц появятся дети и когда инфа будет просачиваться ну прям отовсюду и вот это будет жизнь вот это будет халява дети самые жестокие существа на планете ухо не дай бог твоя мама писю показывала за деньги ты сын шлюхи получается для всего и для всей школы здорово помнишь меня а что должен иди нах отсюда а ведь ты мне нравился я просил остановиться а ты продолжал гиппопатит хуэтит залупать гиппопатит хуэтит ну чё сучонок готов к расплате ладно ладно проси что хочешь прям все да сфоткаешь меня в телегу я твоя сучка в пеньюаре в целом у них там и вариантов особых нет либо 5к и терпеть либо ой бля их выкинут на улицу в яму гриши полное тв надо же его как-то кормить в октябре двадцатого года в апартаментах башни федерация адрей превзошел самого себя он ступил в интеллектуальный баттл с местной шаболдой и про что-то я задний план не видел там справа споткнулся на определение слова импульс как же она улетела просто так туда право да в целом сама виновата тоже ошла сраный умник мы тут вообще-то бухаем и деградируем они эти ваши джиши чаща пункт девушка зафиксировала множественные побои и через суд потребовала отмолстроить 10 миллионов рублей в ответ андрей опубликовал разоблачение оказалось ни за что не поверите с кортница и все-таки а ну тогда можно пидать ну тогда ладно это как люди с электросамокатов начат хотел ну вот отчеты хотел в итоге суд приговорил настроек 6 месяцам общественных работ и компенсации в размере 72 тысячи рублей пострадавший 72 куска сколько стоит . разукрашенный блять 72 тысячи рублей с учетом того насколько я помню что типа mail говорит 2 или что-то полтора он предлагал говорит чтобы вот ты ну типа не писала целом но два часа свои отработала так прикиньте недавно снова к нему пришла с днем рождения поздравить и какие-то вопросы ко мне еще и мизогонист или как это слово то там называется вот она вот все норм с днем рождением вот так вот девочки он же вот буквально вчера глушил твою голову об стол как мужики осетров на рыбалке кстати на стриме молстрой разыгрывал майбах видимо его гости не знали что для того чтобы иметь хорошую машину не обязательно унижаться и продавать душу бурмалдынскому дьяволу достаточно просто зайти на автору это сервис папа куб ах ты бля нихуя себе не арындыч ты охамел вообще эти честно скажу две рекламы видос идет 20 20 минут ровно но девушки отнюдь не единственный кит на котором держится стримы молстроя еще у него есть друзья и вот причем это для него не пустой звук они для него все и он для них многое например может отправить отдохнуть на месяцок у всех же в детстве было особое ритуальное приветствие он типа пятюня кулачок сверху снизу лечь и ловиба эх были же времена свое окружение молстрой воспринимает как собственность которая по щелчку оближет пятки не только хозяину но и всем присутствующим в помещении быть какой пиздец какой пиздец короче в этом и прикол вот мне предлагали стричься блять но серьезно ну за 20к норм чел я их сам заработаю вот этими ручками и вот этим каналом на котором ты это смотришь я сам спокойно заработаю эти деньги чел да может быть с большим трудом но сидеть позориться как фрик подламывая свое там я не знаю чё как это называется гордость на хуй оно мне надо вот и все базару ноль там савилона бы поспорил он нормальный чел на стрижку ебать да лысый ходил бы бесплатно не тот случай чуваки не тот случай и что самое странное друзья тоже не против не удивлюсь если в детстве на вопрос с кем ты хочешь стать когда вырастешь они отвечали он может забрать у них все одежду честь девушку это просто ебать в рот не это какой-то пиздец это как для бля ну что это а сюда быстро это же все еще осталось в интернете этому же корешу потом жизнь выходить представляете этот диалог с женой когда она узнает да мы прикалывались просто прикинь такой сидишь пиздишь гомострой засосался хулине то сначала почем парень он меня битит потом я его просто когда я там да блять это все не так как ты подумал электричество скакануло на планете они прилетели опустили меня тоже короче не парься не смотри на них и у нее между ножниц такой смотри на шведу на на кого-то смотрят я говорю тебе в мире существует несколько стабильных вещей электрон неинтересно там вообще но девчонки есть типа или это просто сука такое отвращение у них сука самим себе просто уважение 0 на ну то есть чтобы тебя чел брал просто трогал тебя ты сидишь на и терпишь эту хуйню бля какая же ты мразь вообще причем вообще не важно типа ну ты там хотела не хотела в момент вот не ко мне бы прикоснулись стал ушел все и меня больше никто бы не видел никогда да даже если туда попал как-то это просто я испытываю стыд при этом чат важно у меня много пацанов смотрит важная помарочка и замечание не все девушки такие это очень важно доносить мысль есть такие которые у тебя просто ноль шансов начать встречаться понимаешь даже если бушуха вот титаник а это это но это даже не интересно это слишком легко пацаны это как легко нет оттуда вы интереса ноль вообще как персоне как личности не у меня не привлекает так у меня не стоит шишка знаете такого нет погода в питере и молстрой который спит с девушками своих друзей давай как бы не не при этом чат не думайте что я типа только на девчонок настроем говорю все понятно типа стримить сей стримин не смотри ну что вот это чё ты сидишь то чтобы ее вкусная киска оказалась на мою счастье пейса вот это я понимаю мужчина с принципами девушки присмотритесь если на вас парке нападет маньяк можете быть уверены ваш слоняра будет негодовать он ревнует смысле заранее блять чтобы не отменили смысле блять если чел долл еб типа я и прочела скажу шум долл еб раз проблема в том что вот ты видишь типа это как бы у двоих проблема есть такая там один чел допустим приложил девчонку как еще типа домашний насилие все дела все это всплывет где-нибудь все думают что все такие я руку ни разу не поднял жизни своей то есть мне обидно то же самое как нам ну потому что ты хочешь не хочешь ты проецируешь на себя это в любом случае но типа где как бы стыдно за за свой пол что ли становится типа ну вот он мудила например я грибаю и начинаешь тушить в ответ этих упаков блять да то есть которые сидят пишет то же самое с девчонками блять вот вы так смотрите такие ох ебать как легко на сейчас буду всех так считать то же самое абсолютно нет нихуя поэтому я вот ну типа поясняю чтобы хотя бы в рамках моего канала было все заебись вот это баб баб бабки хорошо чел если это бабки готов за 50 тысяч мех пососать вот есть у тебя что-то вот прям вот уважение к самому себе вот да блять все забей долбает ревнует долбает ревнует долбает ревнует долбает ревнует долбает ревнует долбает ревнует вообще на вашем месте не переживал пацаны то вы делите шкуру неубитого медведя хотя казалось бы причем здесь медведь шлюха медведь сейчас андрей живет в турции и это уже третья страна в которой он живет вынуждена он как даша путешественница на которой уголовных дел завели больше чем на жулика беларуси висит уголовка в россии он в розыске из-за уклонения от службы в армии а в предыдущем месте жительства на него открыли кейс кейс это в дубае имеется ввиду уголовное дело он оскорбил какого-то местного жителя в ночном клубе осуждаю мелочился надо было сразу к шейху и прямо ему в глаза вообще конечно стоит задуматься если тебе шьют уголовку во всех странах где ты появляешься ну вдруг лайфстайл бабуина не самое крутое в мире в тройке но на мне есть подозрение что типа но доиграется что типа пока не перешел дорогу кому-то более такому чуваку даже есть такое понимание как интерпол там или прочее не если отмажут ему повезло чё скорее бы бля чаки я типа знаете чё вот я я не смотрю его канал типа мне все равно абсолютно вот верите нет я сижу где мне комфортно комфортных стримеров смотрю вот это я не смотрю и мне честно сказать вообще как бы по что там происходит поняли решите мне я должен заниматься не вы туда ходит какие-то эти за пять гривен пусть ходит чем проблема ах ты смотришь но мне интересно то что трендыч в турции молстрой снимает буквально целый отель стоимостью 120 тысяч долларов в месяц огромные люстры джакузи кинотеатра тренажерный зал баня хамам игровая и даже бассейн естественно все эти комнаты нужны для того чтобы там драть собой он прихватил несколько девочек ну и чтобы на чем-то фоне выглядеть лучше прихлебателей остальное без изменения криш бухло и унижение друзей конченый да все правильно он сделал вопрос риторический это игорь давний товарищ андреев именно его девушку целовал и именно он отвечает за чистоту ног гостей по контракту обязан оставлять свои яйца под ковриком в прихожей смотри мне ты максимум камеру открываешь и снова ноешь ты не нужен телефон эти него дни будет понял тебе не нужен на считаю все доводы более чем обоснованы в чем на он виноват он он пират на каким их обсуждают обыкуешь снова что больше никаких петрофонов в этом доме далее мылстрой начал кошмарить его по поводу и без начинает незаполненного холодильника заканчивая ложным обвинением в предательстве якобы игорь писал на него заявление в полицию ну и чтобы доказать преданность королю пар схватился за нож с целью роскомнадзорнуться отличный план чтобы доказать верность кто-то приводит железобетонные аргументы кто-то ставит жопу а кто-то игорь это я написал красава вот это ждут спасибо тут часть жму за чуть не был прям чуть чуть не жмурно да ты чем больше выдачи у тебя там целый отряд самоубийц организуется потом он зашугал еще одного своего кента но из-за прогрессирующие белочки причину я не понял жаль кэша этого добряка сколько всего еще он мог вытерпеть сколько урины выпить про зпп я вообще молчу как он теперь без этого знаете что но я скажу вам даже стрим вообще нормально без пизды почему нет когда стрим отключен в доме все так же хедлайнит игорь если раньше он просто отрабатывал донаты за бесплатную алкашку то сейчас делают буквально все что прикажет господин тут мало стало скучно и он приказал игорь вылить на свою девушку стакан то вы понимаете с чем за годы дружбы для него это уже напиток ради этой задумки они решили топить до конца их не остановили ни крики чё вы творите не нормы морали не даже закрытые двери критериям она выбирала его как спутника жизни типа не сидел без прицепа в отношениях умеет удивлять да но не хватило разнообразия следующий раз добавьте собачью свадьбу драку карликов и пляски бородатых женщин отсуждаю и все это на сиськах чтобы не понижать градус старшанины мол строй сталкивает игоря и его пассию лицом к лицу и конечно промокшая начала его отчитывать на колени и извинись вот это отношение заключенный на небесах и так уже опущенный чуть стоит любляду но логика в этом есть кстати какая-то типа ну ты ж и так опу какую нахуй но уже хуже не будет и теперь он обливает тебя мочой даже не знаю какая версия игоря лучше на твоем месте я бы выбрал ту в которой он не существует были от какой же пик вот это уже а ну тогда прощаем не но слушай ты так на коленях стоишь типа заебись моча неплохая была все ты прощен чего там в тиктоках но эти вон заебись идеальное отношение да иришка чики-пики со своим блять отдыхает просто на сторонке где-то мужской поступок хотелось бы попросить помилование реально жестко был неправ да думаешь да реально был неправ ну не знаю все это вылил на свою девушку мочу по приказу шиза бывает нострой транслирует образ человека который прошел эту жизнь тусовки в пентхаусах дорогие машины девушки часы за полмиллиарда и все это в перемешку с игрой в казино все это перемешку с долба на ботах блять и в голове у юных зрителей складывается простейшая формула играешь в казино живешь как мыл строй то есть по сути он сам и есть реклама казино и все его предостережения которых он начал говорить чтобы прикрыть жопу не имеют ценности в большинстве случаев вы реально припете в казино но есть же и меньшинство случаев все и так знают что казино это плохо для того чтобы подсадить человека достаточно чтобы он знал что есть шанс и видел пример перед глазами это ты иначе у тебя не покупали бы рекламу но так ли все весело и беззаботно как нам транслируют с экрана в том-то вся и суть лудомании что нет сколько бы ты не выиграл ты все равно всадишь обратно это зависимость вся его жизнь это поиск сиюминутного кайфа алкоголь наркотики казино и так далее это вот эти всплески на графике и чем чаще они происходят искусственным путем тем скорее снижается общий уровень удовлетворения жизнью прямо как в том мультике про зависимость сначала ты пробуешь и понимаешь это киви вот оно счастье как будто всю жизнь спал и наконец открыл глаза и так уж устроен наш мозг что из двух вариантов получения удовольствия он всегда выбирать тот что проще и быстрее вот только за все в этой жизни нужно платить случае с лудомании обратной стороной медали молстрой живет в постоянных долгах на сегодня это порядка 100 миллионов типа да проблема есть убивайте меня на но самое страшное даже не это когда мозг привыкает получать быстрый дофамин у меня была теория что на самом деле долго никакого не существует кстати у кого-то по-любому папа богатый займите лям долларов я себе тачку куплю ладно придется дальше развлекать тут всех бесплатно но ничего помин искать удовольствие в обычной жизни он уже не будет оси один процент в год чел я столько не зарабатываю минутный кайф едва ли похож на то что было вначале в итоге не радует ничего квартиру то в ипотеку взял о дорогие спорткары тусовки же у его там пользуйтесь потому что повышу скоро процентовку опять чтоб потом снизить безликая серость и пока подписчики поэтому сегодня последний день пополните сразу steam пожалуйста чтобы потом вопросов не было чеки молстрою разинов рот мечтают быть каком скажу когда понятия не имеют насколько этот человек слабый сколько у меня процентов ипотеку бля я не помню а сколько у всех кого блять вы шо вообще пьяный какие на 12 это сейчас 12 бля у меня не 12 чуваки у меня меньше может я успел типа до того как повысили кого-то 30 процентов ты шоб микрозаймы взял ой микрозаймы это вообще пиздец чуваки не не приносит удовольствие ничего не бабы не деньги не казино это какая-то нейрон конья блять не тачки реально хочется просто взять и набухаться это пиздец какой-то я не ра это чуть из реалитив я ваху я я ваху просто вы понимаете ну вы понимаете просто бою состояние сейчас ну так небольшой ликбез для тех кто не понимает что и считает что вот так жить круто настоящее счастье и удовлетворение от жизни не знаю мне короче если честно возможно я типа никогда не понимаю такую типа большие дома вот эти в гигантские тачки дорогие кайты а вообще вот далек от этого мне так мне прям я вот вижу этот большой дом я понимаю что типа на него нужно и всю жизнь но нету уюта и комфорта какого-то а если нет ну короче плевать если у меня даже были деньги наверное я бы ну если у меня был такой дом бля я бы старался наверно по максимуму как-то уют там создать наверное бля вот эти вот просторы ну короче вот это золото блять это я вообще это терпеть не могу бля мне так не нравится короче дом сам по себе дорого стоит ну короче не знаю мне вот комфортно знаете в какой-то вот сейчас вот эта комната моя да она большая кстати но мне в ней комфортно очки у меня блять квартира была на в люберцах это 30 сука сколько там 32 квадрата шли блять я там с кайфом жил кто-то и в меньших живет кому-то еще комфортнее но это там не пернуть не развернуться еще заставили все так мне было всегда выбор и легким он не знаю просто мне как-то мне страшно я не боюсь типа каких-то больших помещений но мне почему-то максимальный дискомфорт вызывает какие-то большие дома я захожу в них я был много больших домах на вилле даже был хоть я прям чувствую себя прям ваш передергивает это не вопрос в том что типа вот смотрите я такой как все да нет мне по и хочу там думаете я к тому что типа ну как я испытывают мне не комфортно вообще или я приду в какую-нибудь квартирку с большим количеством комнат но она уютная бля мне вообще комфортно короче очень важен уют